Сокращаем вот этот шаг, вот этот шаг убираем мы, который был широкий, чтобы был красивый, и вращаем на узкой позиции. Шаги, вращения, переходы, сложный рисунок массового танца разучивают участники благотворительного спектакля «Али Баба и 40 разбойников». Эпизоды, когда на сцене находятся и взаимодействуют десятки человек – отличительная черта постановки. Музыкальная составляющая более сложная. Все помним эту сказку Смехова Никитина Берковского. Там очень много песен и очень много танцев. И меньше таких драматических эпизодов такая сказка и в этом. Поэтому делаем такой кардебалет, массовые танцы, массовые песни в первую очередь. Но все это стоит вложенных сил и труда. Ведь непрофессиональные артисты стараются для благого дела. Сборы от спектакля пойдут на лечение зареченских ребятишек. Вопрос серьезный, спектакль благотворительный. Приложу все усилия, чтобы максимально отыграть роль, максимально, чтобы спектакль понравился тем людям, которые вот с добрым сердцем придут 1 марта в современник. Есть в этой труппе и те, кто уже участвовал в подобных постановках. Заводчанин Ярослав Сидоркин, как и в бременских музыкантах, играет роль разбойника. Он считает, что все трудности и сложности в работе над спектаклем еще впереди. Когда будет сборка основного всех эпизодов, основного спектакля, когда будет на хореографию накладываться слова, то есть когда мы будем песни еще петь, то есть вот это, я считаю, будет, наверное, один из самых сложных моментов. Постановкой танцев занимаются два хореографа – Екатерина Захарова и Ольга Тришкина. Они признаются, несмотря на отсутствие специальной подготовки, работать с участниками спектакля легко. На самом деле все наши артисты замечательные, они очень дисциплинированы, очень замотивированы, поэтому особых сложностей нет. График репетиций очень плотный, ведь у новоиспеченных актеров осталось не так много времени, чтобы все выучить и отработать до мельчайших деталей. Премьера благотворительного спектакля состоится 1 марта. Билеты уже можно бронировать и приобретать за благотворительный взнос в кассах Дворца культуры «Современник». Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио «Компания Заречный».